Идеально для аварий. Сложные дорожные условия становятся причинами ДТП. С какой периодичностью бьются машины в областном центре? Остались без горячей воды. Жильцы дома 22А по Верхней Дуброве провели без горяченькой все выходные. А в некоторых квартирах горячей воды нет до сих пор. Почему, выясняла Екатерина Дронова. Птичьи пометы, тяжелые металлы, лишь часть состава наркотического вещества на свае, которое в последнее время активно распространяется во Владимире. Правда, в официальный список наркотических вещество пока не попало. Анна Ливадния расскажет подробнее. Вы смотрите новости 24 на 6 канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Бьются с завидной регулярностью. По статистике, только в областном центре каждые полчаса происходят аварии. За последние сутки их произошло более полусотни. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. В аварии, которая случилась сегодня утром у поворота на аэродром, жизнь пассажиров Вольксвагена спасли подушки безопасности. Водитель отделался с сильным ушибом грудной клетки. Еще один участник столкновения, водитель Нивы, уверен, его жизнь спас только Бог. Все содержимое салона Нивы разбросало по трассе на сотни метров, а на мужчине не царапины. Кстати, посыпать песком федеральную трассу на этом участке начали только в полдень, сразу же после аварии. В середине ехала лидомарка, тормознула. Я тормознул, меня занесло и вынесло на встречную полосу. Скользкая дорога тут. Вот видите, авария произошла, они уже посыпали потом уже. Надо посыпать или с утра, или когда-то. Они посыпали уже часов в 12 дня. Если посыпали, может, аварии не было бы. Этот водитель уверен, что случившийся ДТП виноват не он, а дорожное покрытие. Ему предстоит доказать это в суде. В ИВДД подтверждают, как минимум каждая вторая авария происходит из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна. Самая сложная ситуация на дорогах ожидается завтра. Температура сначала поднимется до нуля, а под вечер вновь подморозит. На протяжении всего дня ожидаются обильные осадки. Только за вчерашний день на территории города Владимира произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, повлекшие механические повреждения транспортных средств. Причинами данных дорожно-транспортных происшествий являются, как и достаточно тяжелые погодные и дорожные условия, и также грубые нарушения правил дорожного движения. От лица госавтоинспекции хотелось бы предупредить водителя о более тщательном соблюдении требований правил дорожного движения, так как ожидается повышение температуры и не исключено образование на дорожном покрытии корки льда. В региональной медицине очередной конфликт. На этот раз он разгорелся вокруг главврача второго роддома. Как выяснилось, в рабочее время Ириной Кирюхиной под жестким контролем. И теперь ей приходится отчитываться за каждый час, проведенный вне рабочего места. Откуда такой интерес со стороны облздрава, разбирался Евгений Локтионов. Увольнять главврачей без объяснения причин руководство облздрава не впервой. Больше всех от областных чиновников, конечно, досталось самой известной в нашей области семье медиков Кирюхины. Напомним, бывший главврач областной клинической больницы Александр Кирюхин увольнялся губернатором в своей должности пять раз подряд. За то, что будучи депутатом ЗС проголосовал по одному из законов, не так, как хотелось главе региона. А теперь очередь дошла до супруги. Руководство департамента здравоохранения пытается привлечь Ирину Кирюхину к ответственности за отсутствие на рабочем месте. Главврача роддома номер два пригласили получить грамоту из рук председателя ЗС Владимира Киселева. И теперь эта отлучка с работы может стать для заслуженного врача роковой. Где-то даже и смешно было, и настолько это было мелко, потому что по большому счету акушерство, наш родильный дом не интересует, в том числе и департамент здравоохранения. 20 лет я главный врач, и у меня ни разу не было ни один руководитель департамента здравоохранения. Мы ему были неинтересны, и вдруг такой бешеный интерес. Когда я писала письма, обратите внимание, родильный дом, роддома 55 лет, он имеет плохую материальную базу, у нас плохой ремонт, выделите нам дополнительные деньги. Значит, ответов не было. А тут такой интерес, вот прямо к моей персоне, что я это делала два часа, ну мне это показалось очень, ну даже не обидно, вот иронично. Конфликт главврача роддома номер два и руководства облздрава вызвал широкий общественный резонанс. За 37 лет работы Кирюхиной через ее руки прошла едва ли не половина жителей Владимира. Ее рабочий день начинается в 7 утра, а заканчивается в 10 вечера. Помимо организационной работы и хозчасти, Кирюхина успевает принять по 30 пациенток в день и выполнить 2-3 операции. Раньше нас приходит, еще семьи нет и уходит позднее всех и сутками еще в родовой. Владимир Александрович Безруков, здесь часто его отгость? Я вообще-то не знакома с ним, не знаю. Весь коллектив возмутил. Это такой трудоголик Ирина Михайловна. В момент, что ее награждают, мы так были рады за нее. Но ей было очень некогда. Она в этот день принимала со всех районов, роддома кругом уже закрылись, много закрылся роддомов. И нагрузка все на наших кушер, которые падают. Вы представляете, за ночь по 18 родов. О преследовании уважаемого главврача со стороны чиновников стало известно депутатам законодательного собрания. Возмущению народных избранников не было предела. После этого мероприятия департамент здравоохранения просто действительно замучил человека всякими объяснительными. Уже неоднократно не устраивает одну объяснительную, просят вторую и третью написать по поводу отсутствия какого-то времени на рабочем месте. Мы считаем, что это вообще недопустимо просто. Я просто один раз присутствовал на дне рождения мужа Александра Викторовича Кирюхина. Был юбилей 60 лет, мы его отмечали. Ирина Михайловна, ей позвонили, звонок. Она говорит, я на часик отъеду. То есть она отъехала с дня рождения мужа принимать роды. Глубоко уверен, что ни инициатива-то, конечно, губернатора. Не может губернатор опуститься до такой низости. Думаю, что и не директор департамента этим занимается. Он просто выполняет волю, чью-то волю. Ну кто? Наверное, тогда куратор получается. Но в любом случае губернатор должен найти этого виновного и наказать. Народные избранники приняли решение обратиться к губернатору. По мнению многих депутатов, директор облздрава Владимир Безруков в данном конфликте лишь пешка в руках заместителя губернатора, курирующего медицину Сергея Мартынова. Накажет ли губернатор своего зама за самодеятельность? Или спустит конфликт на тормозах? А может быть пойдет до конца и преследование Кирюхиной продолжится? Скоро узнаем. Евгений Локсенов, Леонид Новиков, 6 канал. Остались без горячей воды в минус 20. Жители домов номер 21 и 22А на Верхней Дуброве вынуждены греть воду в кастрюльках. И так уже несколько дней. Граждане обрывают телефоны, обслуживающие компании. Ее сотрудники, в свою очередь, во всем винят морозы. Тему продолжит Екатерина Дронова. Кран открыт на всю, а вода еле капает. И так с прошлой пятницы. В одной из квартир дома 22А по Верхней Дуброве уже несколько дней нет горячей воды. Хозяева пожелали остаться за кадром. Телевидение они пригласили убедиться, что горяченькой у них действительно нет. И это когда за окном столбик термометра ниже минус 20 не опускался. Впрочем, та же картина была и у соседей. Вот все наши стояки, весь подъезд. Значит, здесь все квартиры, короче говоря, 36 квартир. Воды не было. О подключении горячей воды граждан никто не предупреждал. Жильцы забили тревогу. Делом заинтересовались даже местные активисты. К нам обратились жители, мы просто оставили на самом деле письмо, заявочку, которую хочется направить в обслуживающую организацию, чтобы разъяснить вообще, с чем вызвано отключение воды. За объяснениями сначала пытаемся обратиться к местному слесарю. Но разговаривать с нами он не хочет и общается из-за двери только с жильцами дома. Он нормальный мужик. Если бы не он, то вообще бы дом. Чуть-чуть что. От комментариев отказываются и в обслуживающей компании. Разве что показывают кусок трубы, забитый известью. Это из-за нее в квартирах нет горячей воды. Во время морозов бойлер, который находится в подвале дома, стал подавать кипяток выше 100 градусов. Из-за этого трубы и забились известью. Впрочем, объяснить это гражданам вовремя не потрудились. Теперь в обслуживающей компании разрывается телефон. Разъяренные жители звонят с одним и тем же вопросом. Когда, наконец, прочистят трубы и дадут горячую воду. Из-за низкой температуры это сделать невозможно. Когда промывается бойлер, там отключается теплоснабжение полностью дома. Вам отключат отопление и все остальное. У вас просто-напросто рванут батареи. В минус 20 на уровне. Когда будет горячая вода? Когда вам промоет боль. Я не могу знать, какая завтра будет погода. Если завтра спадет мороз, вам его будут завтра промывать. Когда еще влиять на погоду мы не научились. Как нас заверили, работы по промыванию труб уже начались. Горячая вода в доме 22А стала постепенно появляться. Теперь на очереди 21-й дом, где в ряде квартир горяченькой нет до сих пор. Екатерина Дронова, Иван Людков, 6 канал. На смену веселящему газу в Владимирской области участились случаи продажи на свае. Пока в официальный список наркотических вещество не попало. Но привлечь продавцов к ответственности все-таки нашли возможность. Что продают под видом некурительного табачного изделия и как борются с другими видами спайса, узнала Анна Ливадния. Колхозный рынок Набаторина стал местом бойкой торговли на свае. Продавцы избывали слабонаркотическое вещество в одном ряду с фруктами и овощами. Основными покупателями были несовершеннолетние. Вот этот человек вместе с сообщником травил владимирских детей. Мне женщина пришла, передала, сказали передадите, беки. Ранее судимая? Да. За что судимая? За охранение наркотиков. В ходе обыска на рынке обнаружили 200 килограммов на свае. И удивительно при этом выглядит то, что владелец рынка никакой ответственности, по крайней мере, пока не понес. Кроме того, три тонны того же вещества в нашу область ввезли. Правда, не успели реализовать. Вот этот человек пытался откупиться от наркополицейских. Правда, по его версии, это вовсе не взятка, а новогодний подарок. Хотел отблагодарить сотрудника госнарконтроля и хотел на Новый год подарить бутылку коньяка. Так как с собой бутылка коньяка не оказалась, дал в денежном эквиваленте 5000 рублей. На свае часто считают безвредным, но это не так. Его употребление приводит к никотиновой и психологической зависимости. В данном случае изменения в организме практически необратимы. Последствия для здоровья самые серьезные, вплоть до рака. Это куриный или гусиный помет. Вот вы знаете, называю вещи своими именами. Нагружен продукт тяжелыми металлами. Это свинец и кадмин. Между тем, на свае не входит в официальный список наркотических веществ. Чтобы возбудить уголовное дело, следственным органам потребовалась формулировка «товар, не отвечающий требованиям безопасности». А это уже совсем другая статья. И, соответственно, другое наказание. Если говорить о курительных смесях вообще, то законодательство за их многообразием просто не успевает. Только вещество попадает в список запрещенных. Как тут же находится законный аналог. При этом торговцы стали осторожнее. Давно ушли в сетевую тень. Заказы принимают только по переписке, а доставляют в форме так называемых закладок. Но в любую точку города. Нет, нет у меня уже. А раньше продавали, да? Нет. У нас есть специальные сотрудники, которые занимаются мониторингом именно в интернет-сетях. Но вопрос в другом, что люди занимаются этим очень законспирированным. То есть напрямую никто не продает, никто не видит их лиц, никто не знает их имен, фамилий. То есть, по сути, такие сайты можно создавать, я не знаю, за день штук 10. Объявлений в сети, между тем, не становится меньше. И к решению проблемы нередко подключаются общественники. Ловят, так сказать, наживца. Правда, не всегда результат оправдывает ожидания. Продажа спайса в интернете часто становится основой для журналистских расследований. Так, корреспондент из Краснодарского края решил провести свою контрольную закупку. Но с правоохранительными органами ее не согласовал. В результате бдительные кубанские полицейские его задержали, а суд дал три года лишения свободы. Анна Ливадня, Александр Мажаров, Артем Горчаков. Шестой канал. На повестке дня межнациональные отношения. Сегодня эту тему обсудили члены антитеррористической комиссии при главе города. На заседании присутствовали представители национальных диаспор. Только по официальным данным в этом году в регион приехало более 20 тысяч иностранцев. В гости совершают много преступлений. 40 человек привлечено к уголовной ответственности. Количество мелких хулиганцев приближается к пяти сотням. Одно из громких дел этого года. Изнасилование на проспекте строителей совершил выходец из Узбекистана. Миграционная политика идет по пути ужесточения. До пяти лет заключение грозит нарушителям правил въезда в страну. Трудовым мигрантам в некоторых сферах теперь придется сдавать экзамен по русскому языку. При этом межнациональных конфликтов во Владимире в этом году зафиксировано не было. За истекший период на территории города совершено 22 преступления в отношении иностранных граждан. В отношении 9 опять лидирует у нас, обратите внимание, граждане Узбекистана, 9, 4 Азербайджана, 2 Армении, 3 Украины. Преступления тоже самые разные, против личности, имущественные и корыстно-насильственные. Время подводить итоги. Свою оценку уходящему году прямо сейчас в нашем эфире даст и главный федеральный инспектор по Владимирской области Сергей Рыбаков. Сегодня он гость нашей студии. Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы в этом году вернулись домой, во Владимирскую область, в уровне главного федерального инспектора. Скажите, с позиции чиновника такого уровня проблемы кажутся иными? Речь идет о том, что в целом, конечно, ситуация не так уж печальная. А наша область находится где-то в середине, по абсолютному большинству показателей, экономических, социальных. И в целом, я считаю, что дела в области идут неплохо. Однако есть, наверное, некоторые вещи, которые не позволяют нашей области быть еще лучше. И особенно, мне кажется, мешает продвижению вперед эта существующая история с конфликтностью и с какой-то непонятной политической каруселью. Вот если бы этого фактора не было, мне кажется, достижения были бы гораздо более высокими. Хотя сейчас хочется отметить, например, такие вещи. Во-первых, наша область занимает устойчиво первые места по эффективности бюджетного управления. Это очень положительный момент. А также по такому параметру, как он называется, гарантированная закупка. Гарантированная прозрачность закупки. То есть идет речь о том, что по объективной оценке на уровне других регионов, мы выглядим очень неплохо с точки зрения отсутствия коррупции при государственных закупках. Это означает, что есть те стартовые позиции, с которых можно идти дальше. Вот если бы еще нам достигнуть согласия между различными ветвями власти и уровнями власти, я думаю, что наши достижения были бы гораздо большими. Вы были одним из первых людей, которые включились в проблему нефтешлама, который ввозится на территорию нашего региона. Это, скажем так, не очень стандартная позиция федерального инспектора. Вот почему вы все-таки решили помочь? И можете ли вы помочь? Я бы сказал так, что эта проблема уже решается, причем решается достаточно быстрыми темпами. Дело в том, что в нашу область завезен был нефтешлам на три объекта. Это Кольчугинская свалка, Тереховицкая и Маринская. С двух объектов нефтешлам уже вывезен полностью. Это Маринский полигон в Камешковском районе и Кольчугинская свалка. Остался в Тереховицах. Нынешний оператор, который управляет этой свалкой, он ссылается на отсутствие денег. Это, собственно, обычная причина. Но я не вижу причин, чтобы это было не выполнено, потому что существует решение суда. Оно однозначное. Действия судебных приставов все правильные. И я думаю, что в ближайшем будущем эта проблема будет решена. Еще одна очень важная проблема для жителей Владимира и региона – это дорожный вопрос. У вас там есть с чем сравнивать? Скажите, так ли плохи наши дороги, так ли плохи по сравнению с другими территориями? Можно ли с этим что-то делать? Я думаю, что наши дороги, наверное, находятся не в самом конце списка. Но, безусловно, проблем достаточно. Это видно даже на первый взгляд. Это заметил я, это заметил и новый начальник управления внутренних дел. Потому что состояние дорог как в городе Владимире, так и в муниципальных образованиях, а самое главное, конечно, трасса М-7 вызывает большие вопросы. Делать с этим, конечно, нужно. И не только делать, но и начинать это делать немедленно. Потому что, например, по трассе М-7 уже разработан конкретный перечень мероприятий. Решен, в частности, был вопрос по пешеходному переходу около поворота на Суруну в Боголюбове, где произошли трагические события. Недавно я был на подземном переходе в Лакинске. Кстати, единственный подземный переход на самом аварийном нашем участке дороги от выезда из города Владимир до границы Московской области. Там есть ряд ведомственных проблем, которые, я думаю, будут сейчас разрешены в самое ближайшее время, чтобы он эксплуатировался нормально, люди могли им пользоваться. Я думаю, что вообще многие из этих проблем нужно решать немедленно. И для этого также нужно согласие. То есть для этого нужна совместная работа как областного уровня, так и муниципального. На самом деле это возможно. Яркий пример совершенно недавний – это строительство перинатального центра, которое так непростительно затянулось из-за несогласованности уровней власти. Но, однако, я могу поздравить жителей области, что перед Новым годом они получат, наконец, перинатальный центр. И в ближайшие дни состоится его открытие. Вы можете озвучить свои планы на будущее? Я планирую его провести в активной работе, имеющей свою цель сделать так, чтобы в области было все лучше. Какие болевые точки, которые вы намерены решить, устранить первым делом на карте нашей области? Ну, смотря в каком режиме. Если вы имеете в виду какой-то пожарный режим, то, скажем, есть такие вещи, мимо которых просто нельзя было пройти. Например, тот же нефтешлам, перинатальный центр, футбольный клуб «Торпеда», «Спасский холм». То есть есть такие вещи, которые возникают срочно, и на них приходится обращать внимание. Безусловно, заранее они не планируются. Но я бы все-таки думал о том, что у нас есть вещи системные, и от этого не менее болезненные. Это, например, тема ЖКХ. Там, безусловно, масса проблем, особенно в сфере теплоснабжения. Это, безусловно, здравоохранение. Безусловно, это та сфера, на которую надо обращать самое пристальное внимание. Да и, в общем-то, тема образования, особенно дошкольных детских учреждений, также заслуживает большого внимания. Я бы также отдельно выделил тему развития производства, как промышленного, так и сельскохозяйственного. Потому что, на мой взгляд, это все-таки тот базис, на котором все основано. То есть, если не будет работы и достойной зарплаты, то не будет больше ничего. И в этом смысле опять возвращусь к той теме, с которой я начал. Потому что мы много говорим об инвестициях, инвестициях, инвестициях. Давайте мы их будем зазывать. А как мы их будем зазывать, если инвестиция приходит туда, где спокойно? Понимаете, если есть конфликт, инвесторы не идут туда. А уж тем более иностранные. Это надо нам очень хорошо понимать. Спасибо вам большое. Я напомню только, что мы беседали с главным федеральным инспектором по Владимирской области Сергеем Рыбаковым. Быстрее, выше, сильнее. Под олимпийским лозунгом во Владимире прошел первый чемпионат области по промышленному альпинизму. На высотную трассу вышли 13 спасателей. Им необходимо было пройти стену, поднять груз, прийти на выручку человеку. За экстремальными соревнованиями следил Дмитрий Кошелев. Леш, карабином нарасти, у тебя все получится. Просто дополнительно еще два карабина поставь. Делом нельзя, поэтому исключительно словом начальник городского отряда спасателей Леонид Щукин пытается помочь бойцу своего подразделения. Алексей Климов – лидер первенства области по промышленному альпинизму среди спасателей. Он первым забрался на стену, поднял груз. Зачастую спасателям приходится вытаскивать из колодцев тяжести, иногда извлекать людей. У нас были моменты, когда мы с вентиляционных труб снимали. И в один год у нас товарищ выпрыгнул в окно и повис на ноге. Так же, где-то там в районе пятого этажа. Мы тоже успели, сняли, все нормально, живой. Пока Алексей Климов на высоте перебирается с одной стены на другую, внизу за него переживает жена Алифтина. Супруга спасателя говорит, что раньше никогда не видела, как муж работает. В отряде Алексею 8 лет. Алифтина рассказывает, первое время пыталась уговорить благоверного сменить работу. Но он болен альпинизмом, спасением людей. Единственное трудно было, когда обрушение в Струнино было в мае прошлого года. То есть его сорвали ночью. И полтора суток я его не видела, не слышала. А все-таки работа в условиях обрушения опасна. Переживала очень сильно, волновалась. А вот когда в горы уезжает, и связи нет, там вообще досидины волос. Альпинизмом Алексей занимается со школы. Но даже он, опытный скалолаз, с трудом справляется с заданием. Выполнить его надо на время. Тут еще соперники наступают буквально на голову. На протяжении всех шести этапов. Какой из них наиболее трудный, может понять только сам альпинист. Этап, наверное, был сам последний. Когда пострадавшего надо было поднять. А сил уже как бы не так много осталось. Потому что уже всю дистанцию прошел, он сам последний был. На первый чемпионат по промышленному альпинизму прибыло четверо участников из аварийно-спасательной службы области. Конкуренцию им составили 9 бойцов городского отряда спасателей. В будущем организаторы первенства намерены приглашать на турнир коллег из других регионов. Тем более, что, как показывает опыт аналогичных соревнований на федеральном уровне, наши спасатели находятся на достойной высоте. Дмитрий Кошельв, Александр Мажаров, 6 канал. И последнее. Кто поедет в Кремль, кому компенсируют съемное жилье и чем отметился этот день в истории. Об этом вам расскажет Иван Людков. Ему слово. Завтра 32 ребенка из нашей области примут участие в общероссийской новогодней елке, которая пройдет в Кремлевском дворце съездов. Об этом сообщил Петр Юрьев в своем микроблоге. Все тот же Петр проинформировал о том, что в нашем регионе с 1 января будут компенсировать оплату за наем жилья работникам бюджетных учреждений. Размер компенсации составит 8 тысяч рублей для Владимира, 6 тысяч для жителей Мурома и Коврова и 4 тысячи рублей для остальных муниципальных образований. Виктория Дерипаска сообщает, что завтра в час дня состоится пресс-конференция главы города Сергея Сахарова и главы городской администрации Андрея Шохина. На сайте города будет вестись онлайн-трансляция мероприятия. Проректор ВЛГУ Александр Ведехин в Твиттере озвучил дату выборов ректора университета. 24 января будущего года. Традиционные рубрики «Один день». Другие вести сообщают, что ровно 35 лет назад умер актер и режиссер Чарльз Спенсер. Все мы его прекрасно знаем, как Чарли Чаплина. Кирилл Николенко вспомнил, что в этот день, в 1991 году, Михаил Горбачев подал в отставку с поста президента СССР. Это был так называемый рождественский подарок Западу. Кирилл также напомнил, что 25 декабря в 1979 году советские войска вошли на территорию Афганистана. Пользователь Леонид напомнил, что до Нового года осталось 6 дней, из них 4 рабочих. Ждем новогоднего чуда и поддерживаем предпраздничное настроение, призвал своих читателей Леонид. На этом у меня все. Не забывайте читать нас в Твиттере. На этом моя часть выпуска завершена. Прямо сейчас очередной выпуск нашего проекта «Мама». Не переключайтесь. А я прощаюсь с вами. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова